В традиционных медиа авторы и художники комиксов обычно отталкиваются от линии. А вот традиционные художники мыслят категориями света и тона. И учитывая, какими инструментами они пользуются, все выглядит логично. Но в фотошопе вы можете использовать в работе и линии, и тона. В прошлом видео я показал, как можно нарисовать лягушку, используя линии. Сегодня же я хочу показать, как можно создать тот же самый набросок, используя лишь тон без линий. Очень часто в процессе работы я изредка посматриваю на оригинал, чтобы выбрать и нарисовать участки тона. И поэтому во время работы я то и дело переключаюсь между кистями с жесткими краями и кистями с мягкими краями. Но по сути мне важно лишь обрисовать очертания объекта. Я смотрю на оригинал, чтобы увидеть, какой тон мне нужно использовать. Я часто проверяю образцы, используя Alt и использую инструмент кисти, используя инструмент пипетка. Это позволяет мне быстро переключаться между цветами, не открывая панель света. Вообще, довольно трудно выделить какие-то ясные этапы работы, чтобы процесс все-таки он довольно интуитивный. И все дело в том, чтобы смотреть на оригинал и накладывать участки темного и светлого тона. Я перемотал запись работы немного вперед, но процесс по сути остался без изменения. Я переключаюсь между мягкими и твердыми кистями и просто обрабатываю формы. Я стараюсь не думать о лягушке или, скажем, глазе. Вместо этого я сосредотачиваюсь, скажем, на том, каков угол освещения, создающий тень. Лишь какое-то время спустя эскиз станет обретать ясные очертания, и я начну обращать внимание на анатомию лягушки. Но пока что это лишь очертания, на которые падают свет и тень. То же самое можно сделать и в цвете, но мне кажется, стоит сначала выполнить это упражнение в черно-белых тонах. Итак, я снова перемотал запись, и я не так уж и много могу рассказать вам о процессе работы. Единственный мой совет – это сосредоточьтесь на наблюдательном рисовании, и оно поможет вам точнее воспринять и передать тона. Так как увидеть тона и точно передать их на холсте – дело удивительно непростое, то процесс работы чрезвычайно отличается от работы с линиями. Но именно так мы и видим объекты в пространстве, и именно рисование тонами поможет сделать рисунок убедительно трехмерный. Подобные упражнения помогут вам развить навыки, которые вы потом с успехом сможете применить для рисования воображаемых объектов. Когда вы будете рисовать фантастического монстра или дракона, то вы сможете представить, как падал бы на них свет в реальных условиях. И эти упражнения помогут вам правильно передавать тона. Вы можете обрабатывать эскиз до тех пор, пока не получите очень четкое и ясное изображение. Вместо того, чтобы рисовать линейный эскиз, я обрабатываю и обрабатываю тона. И когда вы уже достигнете нужного уровня ясности и четкой эскиза, то самое время увеличить масштаб. И опять же, как и при работе с линиями, я обычно открываю два окна с изображениями. Вот тут слева я могу увеличить масштаб оригинала, а справа масштаб моего эскиза. Причем это один и тот же документ, открытый дважды. Итак, у меня уже готовы основные крупные участки тона, и теперь я могу приступить к деталям. Я еще раз повторюсь, не стоит переходить к этому этапу слишком рано. Стоит поработать с начальным масштабом до тех пор, пока вы не будете удовлетворены его качеством, и лишь затем переходить к деталям и работать тщательно и меньшими кистями. И снова я повторюсь, сначала мы работаем масштабно и быстро, а затем детально и тщательно. Это очень экономная и безопасная методика. И в отличие от традиционных медиа, в которых карандаш сильно отличается от кисти, в фотошопе отличие между рисованием и окрашиванием, линиям и тоном довольно размыто. Вообще некоторые художники любят работать тоном, но иногда уменьшают диаметр кисти, делая штрихи очень тонкими и очень близкими к линиям. И аналогично. Если вы любитель линий, может статься, что вам захочется увеличить диаметр кисти, и вот вы уже рисуете тоном. И поскольку фотошоп предоставляет вам подобную гибкость в средствах работы, позволяя переключаться между линиями и тонами, имеет смысл освоить обе техники. Иногда я рисую что-то типа лягушки или же незнакомый объект, причем первый эскиз я рисую линиями, а второй тоном. Это что-то типа тренировки для правого и левого полушария. Мне кажется, что это помогает мне лучше понять форму, так как я создаю ее и линиями, и тонами. Вы можете обрабатывать эскиз как угодно долго. Но я закончу работу со своим эскизом. Я советую вам попробовать оба метода. Попробуйте нарисовать что-нибудь линиями, затем тоном. И я думаю, что какой-то метод понравится вам определенно больше, чем другой. Но хорошо, если вы научитесь использовать оба метода во время работы. Пробуйте. Спасибо за внимание.